Всё готово, мой господин. Походите, посмотрите. Уверен, вы будете в восторге. К слову, я тут взял на себя смелость пригласить Гвинта, которая совсем недавно оказалась на острове, на должность библиотекаря и лингвиста. Вам стоит пойти в библиотеку поговорить с ней. Фигеть. Ты здесь что, потренироваться или поболтать? Мои результаты? Хорошая работа, у тебя новый рекорд. Вот небольшая награда и твои результаты. Новый рекорд 5. Побили старый. 30 новый рекорд 5. Я не знаю, как можно ещё побить. Это просто жесть. Ребяшки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки. Kindle Sofa Ballure Reconning. Так вот, и в прошлой серии мы отвоевали корабль этого мёртвого тела. И нам предлагают сейчас на нём... Короче, прокатиться куда-то. Я так понимаю, что мы сюда. Прид-прид-сама, да? А, вы ещё, смотри-ка, лагерят мне показываются. Притащимся. Вот, а давайте-ка попробуем. Посмотрим, куда он нас это приведёт. Ну-ка. Реквием, да. Учусь, заставка, смотри-ка, какая-то. Обалдеть. Вообще круть. Вот заставка-то. Ну как долго-то, ёкарный бабай. А, ха-ха-ха, заставки просто обеопец. Одни заставки везде. Но, теперь, получается, все можем свалить отсюда, я так понимаю, да? А как нам... А как нам туда попасть? А, во. Сдопленный... Подожди. Это мы отсюда пришли. А как нам на корабль-то попасть теперь? Пипец. Ну ладно. Давай, почитай. Что нам скажут? Марвелос! Меликолепно, тебе удалось захватить Реквием. Что же будем делать, ужасный пират, без своего корабля? Теперь можем плыть с острова, если, конечно, ты этого хочешь. А прикинь, реально можно. Но если ты останешься, то я тоже останусь. А, это, наверное... Эээ... Просто нам возможность свалить отсюда, да? То есть, ну и вернуться там тоже сможем. Мы сможем уехать с острова. Ты знаешь, что я чувствую? Напомню тебе, я ненавижу это место. Я желаю ему навсегда исчезнуть в морской пучине. Излишне говорить, что я хочу уехать, но я не брошу тебя. И как только ты захочешь вернуться в вратир, я тебя отвезу туда. А пока я буду ждать тебя здесь. Угу. Спасибо за поддержку. Не благодари меня. Вы вместе, ты и я. Мы начали это путешествие как соратники, но превратности судьбы сделали нас чем-то большими. Друзьями. Я не борядусь своих друзей, но если не считать того случая с Грантом. Он умер. А теперь иди и найди лазучика. Если мертвец Киел хочет сорвать церемонию в деревне, он сделает это в ближайшее время. Так. Часик. Блин, пипец. Вот этот самый. Вместо паузы вырубил, блин, запись. Так. Чем нам сейчас дело получается? Спасать эту, да, идти. И перейти еду к Киелину, чтобы у нас этого начал... Как его? Приручать. Вот. Но непонятно, что тут-то у нас. Сюда надо идти или это. Давайте, наверное, по сюжету, наверное, все-таки пойдем. Потому что я так подозреваю, что с Бертецом Киелом мы там не там расстанемся, да? А где-нибудь вот здесь вот драка у нас была. Потому что что-то должно тут быть в конце-то. Вот. Поэтому плюс его знает. Ладно. Давайте сейчас тогда посмотрим, что у нас там этот. Отстроил, может? Библиотека тут. О, библиотека есть. Так. Ну, выглядит как арсенал. Пипец. Одинаково. Так. Давай-ка лоботрясу отдадим сейчас, чтобы Бордец-то привручал. Так. Ага. Это еда. То, что нужно. Я отправлюсь на поиски одного из них, поймаю и выдрессирую. Возвращайся завтра. Питомец будет готов повиноваться каждому твоему приказу. Вот прям каждому. Так. Ну, давай. О, этот лоботряс, кстати, вернулся. Тоже на, посмотрите. Все готово, мой господин. Походите, посмотрите. Уверен, вы будете в восторге. К слову, я тут взял на себя смелость пригласить к Гвинта, который совсем недавно оказался на острове, на должность библиотекара и лингвиста. Вам стоит пойти в библиотеку и поговорить с ней. Библиотека? Идеальное место для показа и хранения древних книг, найденных в замке, и любых книг, найденных при исследовании острова. Рейвхелл мог бы стать центром знаний и перевода в странных и древних языков. Что нам следует строить теперь? Да, мы развернулись, но теперь пора устремиться ввысь. Мне снилось, что прежде замок был гораздо выше, и форма руин явно намекает на то, что раньше над тронной зоной размещался второй этаж с картинной галереей. Мне нужно, чтобы вы раздобыли нужные материалы. Это четыре штабеля булыжников, три связки красного дерева, два тюка парусидии и три листа корабельной стали. О, у нас стали точно нет. Что говорится в твоих книгах? В книгах упоминается о строительстве второго этажа, но не говорится для чего. Возможно, он был просто для того, чтобы замок выглядел выше и внушительнее, что меня тоже устраивает. Расскажи мне подробнее о своем сне. И все не совсем понятно. Для него использовался второй этаж. Я помню вспышки золотистого и других ярких цветов, но не разберусь сказать, что это значит. Полагаю, мне следует просто построить его, и мы увидим, куда это меня направление... Чего? А, направило вдохновение. Картину галереи? Я не уверен, что дверь не очень уж сильно увлекались живописью, но в моем сне на втором этаже располагались именно картинные галереи. Кстати, одну-то картину мы в этот видели, она нам этот баф дала. Может быть, это? Я достал на то, что тебе нужно. Отлично! Зефин подсказал мне пару мест, где вы можете найти нужные материалы. Я приступаю к работе, как только вы вернетесь. Второй этаж. На втором этаже я планирую разместить великолепную картинную галерею. Отчасти, потому что я нашел целую подборку картин, которых больше некуда не есть. Так. Пойдем сначала с этим лоботрясом поговорим. Может, сейчас отправим его еще. На корабле был один выживший, Брэндон Сезне, гном. Говорят, он знает много об алхимии. Поприветствую его в замке. Я готов отправиться снова в любое время. Обломках было что-нибудь полезное? Вот недавние обломки, что я видел. Дай знать, если что-нибудь из них покажется стоящим. Трирема гномов, магический галеон. О, давай. О, надеюсь, это не один из тех кораблей, забитых книгами. Увидимся завтра. Очень надеюсь, что это он. Так. Поперли получаться. О, подожди, подожди. А ну, никого у тебя ничего нет? Так, ну, ремонтики надо брать и отмычки тоже надо брать. Так, пойдем в библиотеку пузырим. Что там есть? Ну, библиотека, конечно, от арсенала видом так вообще не отличается. Пипец. Могли бы как-нибудь по-другому что-нибудь сделать. О! Видали? Вот это я понимаю. Библиотека. Столы с едой. Ха-ха! А, не, не с едой, с книгами. А, ну, все-таки. Ха-ха-ха! Тогда вопросов нет. Тогда вопросов нет. Я... Че-то... Че-то у меня сразу, типа... Сразу там эти жареные куропатки. Нет, это, оказывается, книги. Так, сейчас с этим мы... Архимаг? А, это она мне говорит. А, вот, кстати, бабичи-то мы ее пригласили. Ну-ка. Этот остров завораживает. Вокруг него витает магия. Ага, библиотека. Э-э-э... Дей-др... Дей-дейр-дре. Господи, она нам помогла вместе с переводом древней магии по чакрам. По чакрам, хотел сказать. Корабль берет отца. Слава богу, ты достал нам транспорт. Думаю, с ним можно наверстать немного времени и посетить ближайшие острова. Угу. Так, ну, изъять самоцвета. Самая бесполезная профессия в этом мире, блин. Поэтому... И че такое? А, так... Просто какое-то... Какое-то странное... Зачем вот это вот сделано? Так, ну давай посмотрим, что она нам может предложить. Я так понимаю, что какие-то книги бы сейчас... Вот эти вот древние тексты у нас, да, были? Скорее всего, они... Добро пожаловать в библиотеку замка Грейвхелл. Тут есть все, на что я могла надеяться, и даже больше. Я только прибыла и уже чувствую себя самой собой. Э-э... Библиотека. Благодаря усердным поискам Падди, здесь уже прекрасная коллекция потерянных книг. Надеюсь, ты попомнишь ее, если найдешь книги на острове. Дэ... Ага, вот это. Дэ... Дэйрдре. Гвинт. Я с ранних лет любила языки. Я росла в городе с альвами, людьми и даже гномами. Было бы просто перенять их родные языки. Было. Мы с утешения. Я не знала, что мне делать там без чтения. Ага. Э-э-э... Можешь чем-нибудь мне помочь? Ну, я тут размышляла, и вот какая мысль у меня родилась. Соберем собственную коллекцию старых книг, и вместе с тем найдем применение моим обширным познанием языка. За долгое время, что я нахожусь на острове, я нашла пару книг, написанных на разных древних языках. Подозреваю, тут есть и другие такие тексты, и нам остается только обнаружить их. О-о-о, как только вы найдете старинные книги, пожалуйста, сразу же несите их мне, и я с удовольствием сделаю для вас перевод. О-о-о, ну ты мой ура. Расскажи о своем опыте. Я говорю на множестве язык, и прочесть могу и того больше. Если и существует книга, которую я не смогу перевести, мне она точно не попадалась. Офигеть. Получается, ты должна все языки знать на свете. Это же дебилизм, нет? Как ты нашла эти книги? Мои первые дни на острове выдались весьма напряженными, и я проводила время за исследованием острова, из-за чего отходила от лагеря подальше, но при этом не покидала безопасную зону. На одной из моих вылазок я наткнулась на невероятно старинную книгу, написанную на неизвестном языке, и ее перемог... А-а-а, перевод мог занять мои мысли, помог они сойти с ума. Господи. Вскоре после этого я нашла другую книгу, а потом еще одну. Я ее еще чувствовала себя ужасно, но теперь у меня появилось занятие, и мне было радостно над чем-то поработать. А, мозг интерпретировался всем, совсем по-другому. Мне было над чем подумать. Во. Приступим. Обожаю переводить книги. Дайте мне хоть одну, тут же несите мне. На перевод мне хватит и дня, не больше. Ты можешь это перевести? Вот и нашлось мне занятие на вечер. Я завершу перевод этого текста завтра. У нас этого книг просто пипец. Как проходит перевод? По вере, причине древнего альфарского языка очень легко заметить, что у меня есть общие корни с современным языком. Декольфаров или Есальфаров. Пожалуйста, дайте мне еще немного времени. Ладно. Даю. Даю. Так. Ну-ка. Так, а что у нас? Пусть 106 надо разбирать идти. Так, а тут у нас алхимка, да? Но алхимка нам пока не нужна. Ну, прикольно, прикольно выглядит. Посмотреть бы на этих двергов-то, как хоть они выглядят-то, блин. И вот что интересно, вот мы книгу нашли, отдали ей, да? Она ее переведет. И что будет-то? Бонус, видимо, какой-то нам добавится, что-то. Еще, кстати говоря, у нас арсенал, мне кажется, какой-то пустой, да? Типа, какой-нибудь кузнец бы хоть тут был или кто-нибудь. Ну, пипец. Просто такой вообще тут никого, ни кузнецы, ничего. Такое огромное здание кузнецы. И ни черта никого нет. Просто пипец. Ой-ой-ой, а что это так... А что так много? 92. А чего это я такого набрал? Короче, я что-то набрал? А чего? Пес его знает. Так, тут... Тут вроде ничего. Броню... А-а-а... Все, по-моему. Вот-вот-вот-вот. Вот-вот-вот-вот. Фиолетовая, да, золотое, блин. Надо, короче, все это тоже продавать. Блин, я все коплю-коплю. У меня весь сундук. Но я, наверное, еще... Ха-ха-ха! Наверное, еще покоплю, потому что дополнение я... Хочу попробовать либо за мага поиграть, либо за воина с мечом. То есть, в общем, на убил попробовать. Эти-то мы добьем уже этим билдом, да? Вот. А там все-таки в дополнение, я думаю, переобуться. Говоря, вот реально, вот тут целый, да, вот это дополнение, оно очень похоже вот с этими, да? Ну, разве что, наверное, побольше немножко, чем вот этот островок. Но все равно, вот считай вот это вот с этим с... Тоже как дополнение, да? Прям вообще один в один. Так, ну ладно, давай, пошли спасать эту мымру. Вот. Что уж тут. Что уж тут. Ой. Ваш ручной баргес повысил вашу сопределяемость к магии. Я так и знал. Ну, кстати, вот это очень неплохо. Ой. А что это? Баги детей Арателла. Что-то этих-то нет. А, то, наверное, уже все там этот... Короче, их уже валит потихонечку, мне кажется, их. Так, а что у нас тут? Меня тут вообще не предпосили. Окей. Ты опоздал. Мы все опоздали. Ой, наследник Бриджитта сошла с ума. Что случилось? Я заметил, что она странно себя ведет, отказываться есть, разговаривать сама с собой, на наследников иногда находит помутнение, но на этот раз все было иначе. Когда я задал ее вопрос, она на меня напала. Я никогда не видел ничего подобного, но магия, вспышки пурпурного цвета. И вдруг она исчезла. Исчезла! Ты никогда не най... Тебе никогда не найти Бриджитту, если только ты не умеешь видеть невидимое. Где Бриджитта? Я не знаю. Она освободилась из этого мира, но я верю, что мы все связаны на паутины великих замыслов судьбы. Ответ лежит в узорах гобелена. Я точно знаю это. Как бы леща-то дал, гобелены судьбы, блин, начинается. Просто тупиться, скажи, что... Где она есть-то? Блин, как-то это бесит. Высокопарность вот эта тупая, блин, просто ужас. Такие все прям... Гобелены судьбы. Тебе никогда... Нау, нифига себе. А я-то че? А я какой-то крутой, видимо. Ой, тут прям, смотрите. Нефига, чемпионат. О, вот это сюда. У нас две челюсти получаются. Как тут? А прикинь? Вот мы сейчас туда спрыгнули, а тут выхода нет. Все, ты погребен навечно, блин, пипец. Обратно тебе не выбраться, ни черта. Вот это перекол. Так, а как, туда? Рыбы. Кстати, Баргес магической вообще очень хорошо зайдет. У нас от магии очень слабая защита, блин. Нам, особенно от льда, магия просто пролетает. Невероятно. Так что Баргес прям вообще отлично зайдет. Со своей иммунной магией. Правда, я не знаю, сколько иммунитет этот к магии сопротивляемости что там добавляют. Вот это вот самое плохое. Сколько добавляют? Хрен его знает. Огненный урон, но 35. Это, наверное, на этот, на который на все руки мастер, короче. Это все три прокачиваешь. Ох, как. Просто ситх какой-то. Невероятно. А что это... О. Так, доклад. А что это получается тут этот... Так сказать-то. Вот эта кровать-то чья? Это какой-то типа монастыря этих что ли? Я думал, тут просто коридоры, 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 а потом будет вот... Где эта комната, где вот эта мымра живет? А тут еще какие-то веки. Пипец. Так, два покинутых. Ага. Так, давай книгу почитаем. Второй. Причем, третий у нас есть, второго не будет. Щель, шепчущая ведьма. Согласно предыдущим рапортам, подготовленным капитан... Подготовленным капитан-лейтенантом, женщина, известна как шепчущая ведьма, прослужила в экипаже мертвеца Келла несколько лет, прежде чем он узнал о ее существовании. Он не заметил ведьму, поскольку она скрывалась под личиной моряка, мужчины по имени Дрольд Барри. Именно это... А, господи, имя это она позаимствовала у варана-работорговца, что отняла ее у семьи. Следует упомянуть, что впоследствии она убила и расчленила Барри. Другая причина, по которой мертвец Келл не узнал тайну ведьмы, состоит в том, что она никогда не говорила. Многие считали ее немой, другие же просто думали, что у нее чахотка. Однако все изменилось, когда мертвец Келл захватил ковчег света. Смотри, рапорт 477. Картианский галеон, что перевозил множество ценных реликвий и книг. Глядя, как безмозглая команда расшвыривает грязными лапами кипы древних бесценных артефактов, ведьма не смогла этого вынести и, наконец, выдала себя. Свидетели... Свидетели уверяют, что она перебила дюжину моряков за пять минут к перевеликому изумлению мертвеца Келла. Каждому умирающего она поцеловала в лоб и что-то прошептала ему на ухо, что именно неведомо никому. С того дня ее и стали называть шепчущей ведьмой. По слухам, она все еще разговаривает, лишь когда убивает. Касательно ее боевых навыков, говорят, что шепчущая ведьма расчетлива и точна в бою. Ее самодейственное оружие, магические маневры и управление разумом противника. Если удастся, она сделала так, чтобы от врага ее отделял как кто-то другой, желательно неповидная жертва. В отличие от большинства повешенных мертвеца Келла, ведьма мудра и сведущая в магии, хоть и самоучка. Она ценит магию и силу, которой та наделяет слабых. Может, в иной жизни она вступила бы в схолию аркана. Может и нет. Капитан Гривия Грей. Блин, нифига себе, вот классно. Вот что-то рассказали. Вот такие вот истории прям я люблю. Вообще кайф, короче. Такой мне нравится. Такой мне давайте. Особенно классно, что вот эта история, скоро мы, я так понимаю, с этой шепчущей ведьмой встретимся. То есть, примерно, уже понимаем, кто это такая, да? Не просто какая-то шепчущая ведьма, кто, чего, блин. А вот персонаж уже появляться, какая-то история у него, да? И вот эта вот, мне говорю, круто. Так, подожди, где-то тут трепотнятый, я так понимаю, за стенками, да? Вот. И она уже не просто болванчик, да, которого надо завалить, а вот какая-то у нее история есть. Ну, вообще класс. Вот эта тема, вот эта тема. Вообще, вот это дополнение, вообще все молодцы. Вот это дополнение, просто огонь. Даже, даже не дополнение. Это просто, я даже не знаю, что это такое. В общем, какой-то кусок очень классно сделан. Просто пипец. Здесь история крутая. Вообще, вообще, короче. Если дополнение, это так такое же, то будет вообще кайф. А если, может, еще даже лучше, потому что. Ну, мне кажется, знаете, как было? Сначала был основной сюжет. Вот. И потом уже с дополнением вместе с вот этот Fate Swarm, то есть само дополнение, которое доступно после прохождения, и, соответственно, вот эти вот два острова. То есть в оригинале, может быть, их, кстати говоря, и не было. О, ясно, пригодится. Вот. В оригинальном, может быть, их не было, и... О, нифига. Потому что они уже больно сильно отличаются от всего того, что мы видели на основном... на основном материке. Поэтому просится вывод, что это было с дополнением добавлено. То есть немножко разбавили, так скажем. И я прям вообще кайфую. Просто обалденно. Ух ты. Какие-то статуи там. Так, перепотня. Ой, кстати, все нашли, да? Так, я так понимаю, все тут сейчас будет, да? Бриджит Меллор, кстати, она. Перепотню, к сожалению, я не могу читать. Пропустим ее, пропустим. Можно было бы, конечно, ее читать, но здесь такой же принцип, что хрен знает, что мы читали, что не читали. Вот в этом плане вообще отстой. То есть, смотрите, вот камни знаний, вот ты начал читать что-нибудь, тебе на все вот эти вот прочитать, правильно? Еще вот это, наверное, не все, то есть, что-то тут еще есть. И как это все читать? Где ты прочитал? На чем остановился? Вообще, короче, черт ногу сломит. Просто ужасно сделано, поэтому просто забьем. Так, ну давай. Что ты здесь хочешь найти, дитя? Бриджиты больше нет. Сначала она мне сопротивлялась, но потом сдалась, когда поняла, какую боль я могу причинить. А, так это ведьма, да? Получается, всерила с нее. Келл был прав, это деревенщины, такие наивные, такие глупые. И ты тоже. Я вижу, что ты странствуешь по миру, разрывая нити судьбы там, где мне достаточно просто сплести их. Мне? Что ты такое? Что сказал мертвец Келл? Он сказал, что рано или поздно ты найдешь меня, и вот и здесь. Очень непросто привлечь к себе внимание мертвеца Келла, дети, а, наверное, ты действительно особенный. Где Бриджит Меллой? Она перед тобой, я Бриджит, а она, это я. У этого тела была достойная хозяйка, и я выбрал ее только потому, что она должна была стать наследником и завладеть силой. Тебе меня не одурачить. Неужели? Даже муж этой женщины не смог почувствовать разницу. Мы много лет готовились к этому дню благословения, а кары будут моим, а затем я передам его мертвецу Келлу. А, вот что. Если бы у тебя был здравый смысл, ты бы уже давно сбежал с этого острова на реке, а теперь он станет твоей усыпальницей. Все, я понял, то есть, получается, блин, офигенно, вот мы два плюс два сложили, да? Фигеть. Ух ты, крыса, ты посмотри, а? О, вот это, она уворачивается от этого. Оу! А, кстати, не такая сильная. извините, пожалуйста. Да, иди ты в жопу, куда ты стреляешь, тупица. Вот он выбирает эту говну в цель. Колван, да. О, да, как это пипец. Толароид, за что я тебе плачу, тупица? А, она хилит его, я понял. Ах ты, мы умерли. ух ты. Ой-ой-ой. А я просто завалим уже. Кстати, у нас этой. Блин, стоит, наверное, да? Думаю, что стоит. Ах-ха-ха, подожди. О, нормас. Так, ну-ка. Ах-ха-ха. Ах ты, зараза, махер. Ну, 11 тысяч пойдет. Рождающие волны. Смотри, я расходману как говно, да, прям не могу. Ну, круто. Вот, о, мулет наследника, письмо Бриджит. Я все прочитаю. Ну, круто же, согласитесь, обалденно вообще. То есть, смотрите, по сюжету, помните, мы либо книгу читали, либо нам кто-то сказал, что он мертвеца Келла проклял Акара, да? То есть, разочаровался в нем. И, то есть, ну, грубо говоря, он проклят, без благословения остался. А вот как раз теперь эта шепчущая ведьма, мотивация ее понятна, потому что мы читали вот эту историю, что она получит благословение как наследник и отдаст его мертвецу Келлу. Блин, обалденно вообще. Вообще кайф. Вот классная история, просто огонь здесь. Так, давайте почитаем что-то такое. Древняя мулетка приносили все наследники Края Висенников. Он весь покрыт рунами Рати. Кроме того, на нем написано, что он благословен на кары. Ага. Так, надеть мы не можем. Так, получилась карта северного побережья Края Висенникова. Переписка сделана неразборчим Двергатским почеком. Сама говорит древний... Так, это все понятно. Мне интересно записка. Дверганский текст. Понятно. О, письмо Бриджит. Знаешь, что ты чувствуешь? Ведь я была на твоем месте. Стать наследницей величайшее бремя на свете. Ты должна быть готова сразиться со своими слабостями и одолеть их. Сосуд Акара не может иметь изъянов. Но не отчаивайся, Бриджит, мы знакомы много лет и я не могу представить никого, кто больше заслуживает подобной чести. Акара возьмет силу, которой ты обладаешь и умножит ее сто крат. Он ждет тебя, как ждал меня давным-давно. Ты права, но что боишься, мощь Бога? Но возрадуйся, наследница способна на великие дела. Что бы ни случилось, не меняйся. Для наследницы чрезвычайно важно сохранять чуткость к чудесам, способность чувствовать любовь к простым людям. Теперь ты поведешь их и я уже, я же ухожу. Я знаю, что оставлю их в надежных руках. Твоя Пима. Походу, Пима тоже это самое. Того, этого, да? Так, а мы... А, во, смотри-ка. Вот сейчас мы... А, нет, или не можем. А как нам выйти обратно-то, ёкарный бабай? Блин, сейчас мне... Давайте-ка посмотрим, а как мы обратно-то можем выйти? Я помню, что мы тут прыгали сто раз. Получается, что-то... А, вот, наверное, открылось, да? Вот это не было открыто, кстати говоря. Надо же, как удобно. Подожди, или была, или мы отсюда пришли? А, нет, вот, мы отсюда пришли. То есть, вот это вот открылось-то, вот. Да, прямой проход туда, вот. Вот, 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 вот. Вот сейчас мы... Ага, вот он, небольшая лестница. Надо же, как удобно. Вот это, да. Надо же, как удобно. Вот там спускались-то, вот это сразу, а, ну, проход-то открылся бы, так все, и где лофт-то? Блин, нифига тут? Просто стена пропала, камень на обалдеть. Так, что этот расскажет нам? Тупица? Или мы насрать? По отношению брещенов у нас нет наследника, который смог получить благословение. Блин, пипец, еще это, кому-то, кому-то надо опять на смерть посылать, блин, пипец. Так, кто хочет быть наследником? Кому он там надо, да? К этой. Пойдем посмотрим. Так, где ты там? О, жаль, что мы его, эту жену не спасли, но мне кажется, ни черта там нет сам, не получилось бы. Я не знал, да откуда я мог знать? Все наследники отделяются, отдаляются от нас. Моя бедная Бриджит, она так хотела служить Акари, а он позволил ему этому случиться. Чего стоит его защита, если он не смог остановить одну единственную ведьму? Что же нам теперь делать? Скоро подношение, а нам некому его предложить. Некого. С тобой все в порядке? Не знаю, я испытал потрясение, как и моя вера. Мы жители края весельников такие слабые, мы всегда выживали по милости Акары. Я скорблю, вспоминая о своей жену, но я трепещу, вспоминая о том, что лишился Бога. Почему мертвец Хелл сделал это? Магия не позволяла мертвецу Хеллу заходить в деревню и принимать участие в церемонии подношения. Он сломлен и недостой благословения Акары. Ведьма Шептуния была его ключом к Сирии, о которой всегда мечтал. Силившись с тела Бриджит, она стала бы наследником и заполучила бы всю причитающуюся силу. Это был коварный, но, несомненно, гениальный замысел. Вот, я про то и говорил, обалдеть. О, позволь мне стать наследником. Выбор просто обалденный. Богословение должно коснуться меня и мне. Блин, ну ладно. Позволь мне стать наследником. Тебе? У тебя есть и другие, которые только столько лет ждут возможности стать еще одним избранным. Ну, а тебе удалось сорвать замысл мирства Цакела и победить ведьму. Разве есть что-то, кто-то еще более достойный был восстановления Кары? Да, так и следует поступить. Отправляйся в развалины северных горах и возьми то, что Бобрау принадлежит нашему народу. У нас нет другого выхода. Где происходит подношение? Подношение проходит на вершине северной горы, в древних развалинах, в которых называется Круг Хранителей. Ага. Вот он, наверное, это топово, там вверху есть. Тарий Хольстик. Когда-то я знал Тарий, но он был еще мальчишкой, и это было очень давно. Интересно, что сейчас с ним стало? Я сейчас сказать не знаю о ком ты, ну ладно, наследник. Теперь ты, наследник. Моя жена Бриджитта пожертвовала своей жизнью, чтобы сорвать замыслы мирства Цакела и огородить от опасности нашу деревню. Такое я и запомню. Сильно. Да, запоминай сколько угодно. Так, что у нас-то по месту? Сту. Так, так это у нас чинит, да, получается? А где? Да-да-да, здесь прекрасно. Ага. А, все, подожди. Да-да-да-да. Мы все с тобой говорили. Так, подожди. А, вон Таргош-то. Таргош-то, вот он. Подожди, так это вон. А, нет, или не он? Здорово, мы воно, давай быстрее. Да-да-да. Так. Да, ей мы говнат напродавали тут. Мама, не горюй. Так, ладно. Можешь не отвечать. Получаться, что у нас? Да, вот оно, задание главное, да? Поперли тогда, получается, в Грейхол. Я думаю, что у нас сейчас там должно... А, подожди, нам не хватает, да, этих-то? Может быть, этот лоботряс вернулся? О, этот вернулся. Отлично. Может быть, даже это еще вернулось. Вот что я нашел ценного на обломка. Я снова готов отправляться куда пожелаешь. Нифига он нашел, говна-то. Хочешь знать, три... А, все, я понял. Судно торговцев. Так, альфар, давай, три рамы гномов. В треме у них могут быть мантии и посоль. Посмотрю завтра. Должен вернуться завтра. Пойду, посмотрю. Так, давай пойдем сразу это отдадим и бордеста посмотрим. Нам сейчас сразу его на мясом покормить. Я понимаю, да? Что дальше? Твой питомец броит по территории замка полностью готов. Теперь, когда у тебя есть питомец, ты можешь заметить, что в бою у тебя появилось усиление. Это дефект от использования зверя в сражении. Чем больше корни питомца, тем больше он получает усиление. Окей. Так. Нет мяса. А что, опять что ли? Да, ваша милость. Не стоит заводить очередного питомца, у вас так слишком много. Забудь. Я так понимаю, теперь просто он у меня так будет гореть, пока мы не поменяли. Окей. Жаль. Жаль, жаль, жаль. Это вот так глаз-то, конечно, мозолит. Уликательный текст, как его перевод. А, как-то я повстречал с этим перегрином, но, вероятно, это все же не он. Книги, которые упоминаются в этой фамилии сотни лет. Сообщи мне, если понадобится, перевести еще что-то. Можешь перевести? Ага. Так, окей. Прикольно, мы какие-то книги получаем. Обалдеть. Так. Ой-ой-ой. Так. Где-то вот перегрин-то, чертов. Блин, он сразу, он, ребят, сразу встал, это, без звездочки. Теперь надо читать, что ты получаешь. Просто жесть. И он ученики мага. Надеюсь, интересно. Ух, как долго открывал ад. Ха-ха. Читаем сейчас. Робкий перегрин. Послушайте же историю о йонном ученике перегрине и о том, как зачастую добро становится наградой за прилежную, усердную работу, а порой за то, что ты оказался в неподходящем месте в нужное время. С молодых ногтей перегрин восхищался магами ордена Фириола и ничего в мире так не желал, как стать одним из них. И вот, когда он подрост, его отправили в ученики к Торину Фростбрейкеру. После пару уроков наставник перегрина поставил перед ним шкатулку и велел открыть ее. Перегрин принялся ломать голову над простой новейшкой шкатулкой. Она казалась безобидной, ему не удавалось распознать ни следа запечатавших ее чар. Так что он попробовал на ней все контрзаклинания, какими владел. Спустя какое-то время Торин Фростбрейкер спросил, ты закончил? Да, ответил перегрин. И что осталось и что осталось у тебя мана или же ты всю ее потратил в попытке открыть эту хитроумную шкатулку? Ни капли маны не осталось, господин, ответил на это подмастерье. Тогда я тогда я баргес, что на тебя нападет, а ты покойник. Чего? А, это, а, понял, это типа этот. Понятно. Так, а ты покойник, поскольку не думал головой. Порой шкатулка это просто шкатулка, а драгоценную магию лучше оставить для таящихся во тьме чудищ. Надеюсь, остаток твоего обучения пройдет гладко. На другую неделю Фростбрейкер отвел перегрина к ближайшей пещере и попросил войти в нее. Не желая повторять промах со шкатулкой, перегрин решил войти в пещеру просто так, его с силой отбросило назад на несколько ярдов, он упал и закашлялся кровью. Глупый мальчишка, я привожу тебя в зачарованную пещеру, а ты заходишь в нее, даже не озаботившись обережен... обережными чарами, как у слова. Ты что, глупее, глупее ж тем сильнее, чем дольше я учу тебя? Теперь давай же снимем с тебя заклятие, которое поразило тебя из-за твоей поспешности. На третью неделю перегрин уже совсем было отчаялся стать магом, но Торин велел сопроводить его в дом целительницы неподалеку. Сам Торин отправился к ней в кабинет, а перегрина оставил с одной из ее помощниц. Та была девушкой весьма приглядной и ласково улыбалась перегрину всякий раз, как тот осмеливался взглянуть на нее. Она подошла к молодому подмастерию, нежно коснулась его и склонилась ближе, будто хотела его поцеловать. Перегрин столь же робкий, сколь юный, зарделся и шустро выскочил из дома целительницы. Спустя пару часов он так и не дождался хозяина. Вернувшись к тому дому, он обнаружил, что дверь зачарована, но к этому он был готов и с легкостью развеял чары. Видел бы это господин Фростбрекер, подумал он. Но к тому, но к тому, что ждало его за дверью, готов он вовсе не был. Его хозяин, раздетый до гола, был магией прикон к стене, а целительница и ее помощница также обнаженные дремали у его ног. На помощь юнец, ряфнул Турин. Это вовсе не целительница, а ведьмы. Они опоили меня и чарами приковали к стене. Я способен выдержать большинство ядов и потому осталось насторожей, наложил на них сонное заклятие. Теперь освободи меня. Эти чары были уже сложнее, но Перегрину удалось снять и их. Господин его был весьма доволен. Господин, как ведьмам удалось опоить вас ядом? Скажем так, поцелуй целительницы вовсе не то, о чем ты мог бы подумать. Мы никогда больше не станем это обсуждать. Перегрин слишком смутился, чтобы ответить и последовал за магом прочь из дома. Турин подозрительно поглядывал на ученика, ошибочно принимая робость мальчишки за хитрость. Полагаю, как вернемся в Фериол, я лично сделаю все, чтобы в ближайшие полмесяца тебя сделали магом. Итак, робкий Перегрин стал самым молодым магом за всю историю Фериола. О, прикольно. Ничего такого эпического, но прикольно, но прикольно. Хорошо. Вот эти книжки мы будем читать, ребят, будем читать обязательно. Так, что у нас? У нас движуха тут осталась, да, по этой? Давайте, наверное, тогда в этой серии добьем вот этого товарища, да, мы, я не знаю, все у него битвы-то тут проходят или не все. Готов к тренировке. Арсенал. Впечатляющий, хорошо обставленный, лучший, что я видел. И я видел немало хороших вооруженных крепостей. Да, что там лучше, там одни столы до шкафы. Арсенал, блин, пипец. Одна кузница там дымится в самом уголке, пипец. Кост успеха заставляет желать большего, да, что ты хочешь улучшить свой рекорд, да, знаете, если хочешь побороться. Потренируемся. Так, давай с небольшим. Не волнуйся, я ее числом компенсирую. Против таких существ, что хочешь побороться. Так, давай с богартов. Не отвлекайся на их светящиеся фрагменты, ты здесь, чтобы их уничтожить. Удачи. Сейчас, наверное, пару разков попробуем. Ой, еще что-то. Как же круто с богартом иметь дело, а. Обалдеть, тут за 3 секунды, блин, по-моему. Ты здесь что, потренироваться или поболтать? Мои результаты? Хорошая работа, у тебя новый рекорд. Вот небольшая награда и твои результаты. Новый рекорд 5. Побили старый. 30 новый рекорд 5. Я не знаю, как можно еще побить. Это просто жесть. За 5 секунд быстрее, мне кажется, уже нереально. Просто нереально. Так, давай еще раз. Тренироваться. Так, так, так. Потренируемся. Давай с мелким. Так, Брауни. Я не знаю, а если опять раз с богартом? Давай еще раз, попробуем чисто проверить. О, все, я понял. Все, все, понял, понял, уже не быстро. Что тебе круть сюда? Ну-ка, сейчас наград то даст нам. Мне интересно, если сейчас наград такая же, то дальше побежим. Да, выше минус. Как результаты? Мне не удалось установить рекорд. Выведет другой раз. Вот твои результаты. Ага, денег немножко дал. Так. Секунду, секунду. Так, сейчас еще раз попробуем богартом. Я так понимаю, нам дадут денег, да, только если мы побьем свой рекорд. То есть, получается, здесь можно обузить. Там сначала 20 секунд, да, потом... Да, блин, уроды. Ладно, в общем, короче, насрать. Мне кажется, тут, не этот самый. Один раз пройдем, тут толку никакого с этого. Вот результаты, да, и сейчас деньги немножко. Ладно, тут неинтересно, я думал, какие-то награды тут будут или еще что-нибудь такого, а тут что-то как это, тофта, блин, все быстро, это самое. Быстрые бои и больше реально тренировки и толку никакого. Так, погнали, получается, сюда. У нас тут... А, подожди. А давайте-ка мы, знаете что, давайте-ка мы через туннель пройдем. У нас там как раз было в туннеле проход к этой лобуде, да, сейчас тут добегу туда. Так, вот она вилка. Давайте посмотрим, куда она ведет. Я так понимаю, прохода вот наверх нет. Я думал, он тут. А получается, отсюда, что ли? подожди. Ну, такой себе тогда эти, да? Туннель-то ничего такого. Ну-ка, сейчас мы выйдем. Ну, проще из Грейфхола было вот так, наверное, пройти, я не знаю. Ну, это разве что вот отсюда-сюда. Ну, вообще, короче, какая-то хрень ненужная. Есть же быстрые перемещения, не? Я что-то не понимаю. Странно, как это лобуда, блин. Ну, ладно. Вот это не считается же переходом тоннелем туда? Наверное. Ладно, давай тогда всех тут выносить. Где вот тут браун? Опять вспомнил вот тут брауни, блин. брауни. блин. Ты хочешь этот брауни? Я хочу этот брауни. 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 Ой, брауни. Брауни. кто знает, да, могут улыбнуться. Так. Где-то тут. Где-то тут. Где-то тут. Блин, я вот все думаю, что вот это эти святилища, чертов, в котором можно баф собрать, блин. А это просто какая-то хренетель. Мы двергов интересно увидим или нет? Хоть одного посмотреть, как двор это здесь выглядит. Купиль вот этот. Руки, парусины сюда. Нам какаос резов не хватает. О, кабель. Сюда. Резы нам нужны. Так, вот эти брауни. А, от этих демонов чертов. Так, давайте-ка, наверное, вот эту часть осмотрим, потому что здесь у нас как раз идет наверх туда, поэтому давайте на эту сейчас осмотрим. Здорово. Ой, надо уже этого призывать. так, ну-ка, иди сюда. Пенриус еще тут. Так, что-то тут. Что-то где-то тут. рыбы нашли. Нам мясо еще найти, чтобы воргест покормить. Кстати, возможно, этот заметно теперь, да? От магии защита. По нам эти стрельнули и не ошибка так и прилетела, кстати говоря. Блин, вот хреново, что не показывают. О, кстати, а там написано было, что только в бою. Слушайте, может быть, в бою надо смотреть, это может быть эта штука накладываться на нас? Позырим. Может быть, действительно она в бою смотреть? Что-то говоришь, бой, бой. Так, ну-ка. Не, нифига, да? Упок, умоление. Правильно, нифига. Черт его знает, как там? Показывается. Брошь на пять тысяч. Полосата жопа. Давай мясо мне. Давай мясо, давай мясо. Так, безупречно, а что-то там? Подожди, ааа, аа, фига. А как туда попасть? Подожди. Там какой-то причал, не? Ааа, туда еще можно и зайти, нифига себе. Ну, что за дела? По карте не показывать, ни черта, что туда можно вообще попасть. А все эти Дельвейсы за всю игру собрал миллиарды Дельвейсов. Здесь реально нужны только две, три травы, а остальные вообще не нужны. Зачем они? Здорово. Да, да, да. Ой, хорошо, как начал сбиваться сразу. Ой, это кто такой? Да подожди ты, дай мне подраться. Сейчас будут договориться может быть? А это, это, это добрый какой-то? Завалит его еще, вот будет здорово. Да кто такой-то? С ним могу поговорить. Кажется, я начинаю видеть всякое, Кейла Мерда. Я видел тебя раньше в крепости Шилдринг. Я везде узнаю собрата присягнувшего в войне. Ты че, тупица, я вообще-то начальник твой. Собрат, блин. Внешний вид. Знала, что ты спросишь. Если нужно знать, что я облегчалась, когда наш корабль что-то там, я смогла найти только это платье, когда вошла на берег. Кейл, че там? А, облачалась, наверное, не облегчалась. Блин, пипец. Говорочка по Фрейду. Кейл Мурдак. Я просто худородная девушка из Артиры, застрявшая на дне общества. Думала, что-то из меня выйдет, если стану присягнувшей войне. кораблекрушение. Я устроилась на работу защищать груз какого-то торговца из Малсаншира. Мы плыли полпути, когда нас напал дверганский рейдер. Мы повернули на север, но они догнали и потопили наш корабль. Ой-ой-ой-ой. Я думала, что умру, но мне как-то удалось добраться до острова. О, приходи в мой замок. Нифига. Присягнувшей войне. Думала, ты о них знаешь больше, чем я. Меня только звали, взяли за задание со старым Остом Ордура. Уничтожили целый лагерь бандитов Красного Легиона. Блин, вот тупо, что я, перед ней стоит этот главарь, да, и она вообще ни сном, ни духом, и у меня даже диалогов нет, чтобы, например, на нее побычить, что, типа, ты как разговариваешь со старшим по званию. Блин, вот это вот непродуманность, вот это вот немножко, конечно, досада, досада. Остер Дура. Он мертв, говоришь? Какой ужас, такие больше не осталось. Приходи в мой замок. Собственный замок звучит здорово. Знаешь, я разбираюсь в кузнечном деле. А, вот она и кузнец. Что, скажешь, дашь микров? Тебе будут всегда рады? Ну, тогда пойду прямо туда. Спасибо, ваша милость. Правильно? Вот так-то. Нормас. А, подожди, так она, она, наверное, этот, она чинит, наверное, то есть, она, кузнец-то такой, да, то есть, не продает. Я тут, мол, она, типа, продавать бутыл, кстати, мясо. Ну, черт его знает, посмотрим. Так, тут какие-то, ой, ой-ой-ой, а это что за корабль? Что это такое? Биржи разбойника. А, то есть, это, наверное, его, да? А, подожди, да. То есть, получается, мы никак вниз-то не можем спуститься, что ли? Намешат вот это дерево! Ребята, намешат вот это дерево, представляете? Блин! какого-нибудь поставили стену, что ли? С дерева не смог перебораться баллон, грубо говоря. Так, ладно. Во-первых, тогда эту зачистим. Я-то, что-то, мол, он сверху будет там, где мы, куда мы пойдем, а там, видать, у нас просто задание будет и все. Вот, и получается, тогда, может, было смело идти. Хорошо, как удачно. Ну, надо 1800, обалдеть. Как же удачно, они тут все померли. О, 4 слитка остались сюда. Все, мы теперь можем построить последний кайф. Это кайф. Привет, не гей. Так, давай тут надо дочистим тогда. Прошу спрайты. Финни, перед прессом урона, да? 1900, тоже неплохо. так. Это про... О, еще слитки. Может быть, тут, не знаю, рассчитано или нет количество. Так, у нас получается... Да, у нас там куда получается. Рассчитано или нет количество именно вот этих всех ресурсов. то есть, оно конечное и 100% хватит. Возможно, это сделано так, чтобы... Хотя, с другой стороны, вот какой-нибудь ты не найдешь, да, и ты все, обречен, потому что у тебя не тот самый, не хватит. Тебе не хватит. так что, все-таки, скорее всего... О, кстати, то есть, скорее всего, все-таки здесь больше, чем надо. Потому что ты можешь не найти там парочку вещей, а если ты не найдешь, то, возможно, то и просто здание не смог построить. Это было, конечно, тупо. Все-таки, я думаю, что защищено от этого. Давай, сбивайся уже. Да. Да-да, я понял, блин, сдох не просто уже. Десталыч. Древесный голем, боже мой. Кстати, больше каменный, почему он древесный? Какой-то каменный голем-то пошел. Так, в этом мы были, мы там спасали этого лоботряса, поэтому толку нам туда идти нет, да? Так, нам наверх полароид. нормально. Мы же тут прицепились к нам, или прицепились? А вот этого бедолагу сейчас заколбасим тогда. Ой-ой-ой-ой, понятно. Клинки задницы сломались. Клинки задницы повреждены. Ай, блин, пефец. Клинки задницы повреждены. Клушай, у меня вот эта идея появилась. А у нас они клинками называются? реально клинки задницы то есть можно получаться какие-то мозги назвать и будут мозги повреждены так ладно давайте тогда на этом заканчивать у нас тут убить наследника еще есть вот и копать клад вот если сильно туда и отправимся а на этом все спасибо большое за лайки за ватюшку с подпиской бачки и видим все же в следующей серии всем доброго друзья все хорошего они всем